Итак, всем привет, с вами ДубГ, продолжаем играть за Германию, World of Blaze И в прошлой серии мы практически полностью покорили всю Северную Америку Осталось лишь немного сопротивления Вот здесь большая часть американских вооруженных сил уничтожена Уже 4,5 миллиона потерь Осталось лишь, я думаю, пробиться вот сюда Единственное, что я обнаружил, когда между, как обычно, сериями смотрел еще, что происходит У них нужно захватить буквально 100% территории Вы посмотрите просто на это Они капитулируют как бы 0% либо меньше То есть нормальная страна имеет намного меньше Вот, типа, Индия имеет 35, Британия имеет 10, Америка имеет 0 Это, я считаю, каким-то бредом Типа, ну, чтобы понимали, чтобы не капнуть вот это все Я просто немножко посмотрел вообще, прогнал, как это работает Этих территорий недостаточно, чтобы капнуть Америку То есть вам нужно будет захватывать вот всю вот эту чушь Это, на мой взгляд, ну, просто абсурд Да, то есть, что они из Гавайев будут У них столица потом в Гавайи улетает Они из Гавайев будут руководить Америкой? Что? Там даже промышленности нету Это полный абсурд, поэтому, когда я захвачу, в общем-то, основные вот эти города Ну, здесь немножко продвинусь параллельно Я думаю, будет честным уже у них убрать варсаппорт И заставить их капитулировать Потому что их варсаппорт не будет падать Периодически они нажимают решение на 2 варсаппорта в неделю И он не всегда стоит на сотку У них еще и здесь лимит поднят То есть они реально не капитулируют, что, ну, абсурд, на мой взгляд А с британцами чуть получше Там все еще надо будет додушить их очень жестко 10% Но хотя бы они реально капнут в один момент Вот Ну, а как вы могли уже заметить, здесь появился еще один мажор, плядь Индия Вот эту сторону считают мажором Ну, ладно Так и быть, мне придется готовить туда выставку И я думаю, я сделать, делать буду это уже примерно Потому что иначе, ну Иначе будет так себе Нам сильно задерживаться нельзя У нас вообще есть шанс, что на нас советы нападут Но я надеюсь, так не Этого не произойдет Но вполне себе шансы такие есть Вот И мы, я думаю, будем начинать готовить Барбаросу чуть попозже Когда я буду именно ЖД подстраивать на восток И турецкий ультиматум тоже Когда у меня войска на западе освободятся Я захочу Турцию Вообще, стоило, наверное, прям захватывать Иран Чтобы получать себе, так сказать Просто полный карбланш на действия на Кавказе Но, ладно уже Уже ладно Так вот, наверное, я вот часть вот этих дивизий Переброшу вот сюда Для подготовки вторжения Я думаю, вот сюда Они, в принципе, должны кое-как справиться Мой флот уже из Гренландии Пловет вот сюда Кстати говоря, у нас уже 8 тяжелых кораблей 8 линкоров, точнее У нас достроились те 2 бисмарка Как вы можете помнить Сейчас мы реально достраиваем только, я думаю, подлодки и конвой Уже плюс-минус Что ж, поехали Нам еще капитулировать США надо А мы тем временем полностью разминировали Здесь все, здесь все И я думаю, знаете, куда их переведем? Вот сюда Нет, пока что не переведем сюда Потому что здесь, скорее всего, американские корабли плавают И... А, мы не можем знать У нас уже разведку упала, окей Тогда просто продолжаем пока что пушить здесь А вот и Мексика капитулировала Не сильно это было прям обязательно сделать сейчас Но чумба нет И наших морпехов стоит тоже, наверное, куда-то уже переборасывать Я думаю, можно вот сюда Сделаем какую-нибудь высадку на юге Турции И будем прям с трех сторон ее задушить Хотя, кроме того, нам бы вот здесь еще повысаживаться Так что давайте сейчас сюда поплывем И мы наконец-таки добиваем В Северной Африке войска союзников Наши морские пехотенцы Где уже находятся? Уже на полпути, я бы сказал Здесь ребята уже готовы вообще для высадки Я бы так сказал Только... А, ну, в принципе, да В принципе, ладно Раз они уже готовы, можем попробовать Я надеюсь, здесь не будет много диндийских дивизий И, блин, вообще, теоретически там могут они быть Но мне кажется, что они будут вот в восточной части Посмотрим Не получится, а тогда будем планировать чуть получше Уистку уже А еще я так подумал В принципе, с воздухом у нас плюс-минус все нормально В том смысле, что мы все равно не сможем выставить больше единиц Чем нам авиабаза позволит А вот танков нам именно надо производить хороших Давайте, наверное, танковую программу Да, сделаем подороже нашу авиацию Но она не такая дорогая, как наши танки Нам хочется их иметь побольше, конечно Да, высадка не очень удалась Но я примерно понял, какие там силы есть Так что давайте-ка вы обратно Сейчас будем получше планировать А вот высадка снова идет И в этот раз поуспешнее Еще должны, да, доехать вот сюда В Бомбей Посмотрим, как там получится Ага, тут уже не очень хорошо Но они сейчас высадятся рядом Сколько там дивизий высадится? Блин, всего одна на самом деле маловато Давайте-ка вот так сделаем Ситуация в теории должна улучшиться Да, так и есть Все улучшается Мы смогли Изменить ситуацию И остальные дивизии Давайте-ка сразу же Едут вот сюда Нужно как бы Расширять наш плацдарм Наше пространство здесь Так, и что-то вы перестали атаковать Нам очень надо это выбить Я нажал форсирован так, чтобы они уже добили Ну да, они добьют отлично У нас есть два порта Мы сможем сейчас развить наступление И вот подъехала уже Ну, оккупация полностью совершилась Америке Мы захватили здесь все города Здесь все большие города Я считаю, что справедливо Что она должна капитулировать Смотрим мы на давайте британский, да Кап Британцы, допустим, не хотят сдаваться У них огромный варсаппорт У них 10% У Америки здесь всего осталось 7 То есть в теории Они уже должны сдаться Я считаю абсолютно честным и справедливым Заставить их сдаться снизить варсаппорт Потому что захватывать Бакуально каждый остров в Тихом океане И всю Аляску Ради того, чтобы Америка капилировала Которая имеет просто уже, ну, ничего Это что-то слишком В этом плане создатели мода Что-то наделали не то Возможно, они где-то ошиблись Возможно, они Какой-то такой бред и задумали Но это абсурд, на мой взгляд Итак, сейчас должен быть пересчет в теории Да, произошел пересчет Я убрал вам варсаппорт Они должны капнуть Отлично И теперь вот Насчет этого подумать надо А, да, как я и ожидал Веренос-2 мне эти ребята дадут Ну, итальянцы Здесь хоть что-то По воду Ну, при отсутствии в море Так что надо самим его сделать Да, вот мы капнули О, мы получили 1300 поездов Мне не показалось А, 1100 инстагпайл 1400, блин Ну, как будто нет Ну, в любом случае Мы получили дофига всего Но это, наверное, там Объединилось чем-то еще И все закинулось Но я думаю, наши запасы Где-то в чем-то восполнились Вообще, мы в флюсах Теперь по всему Это меня, несомненно, радует И знаете что? Давайте-ка мы Затренируем еще одну Армию механизированную Далее у нас, видите Один танк потерян был Мы его восстановим Одна пехотная дивизия Тоже будет восстановлена Сюда По ивентам славнится Мы никак не сможем Ничего сделать Эту, кстати говоря, армию Мы уже ведем Вот сюда И, в принципе, я думаю Сейчас будем еще Дополнительные войска Какие-то приводить В Индию А здесь нам надо дойти Просто до Ванкувера И плюс, я думаю Высадиться вот здесь Потому что здесь тоже еще Их Хотя здесь нет А здесь И здесь тоже, наверное, Все-таки нет Я просто подумал Может здесь их фарскор Но нет Просто Блин, я не уверен Что Ванкувера хватит А здесь особо И не осталось больше Плочек победы Как бы, ну Ну да Сейчас посмотрим И есть еще одно важное изменение Которое стоит нам сделать И которое засейвит нам Просто кучу ресурсов Ну вы поняли Сейчас, что произойдет И вот такой у нас теперь будет Шаблон для гарнизона Видите, экономим мы Почти что 70 тысяч Минпавера 15, ну 14 тысяч Пехотки И 2000 саппортов Очень-очень солидно На самом деле Так что да Теперь у нас вот такие гарнизоны Это в принципе лучше Единственное, что сюда еще можно добавить И в теории Это тоже будет еще более-менее полезно Это, по-моему, вот эти машинки Да? А нет, слушайте Нет В ваниле, по-моему, так это нормально работает Точнее как Не то чтобы прям работает Но, по-моему Вот эти вот броневики тоже повышают Давайте попробуем Может быть так Да, видите Повышается немножко Но другой вопрос в том, что Это потребует кучи их А у нас их нет И производить их только ради гарнизона Ну конечно же того не стоит Вообще все наши постройки Теперь это военные заводы Синтетику мы все достраиваем И больше не будем У нас резины просто одну бесконечность У нас вообще всех ресурсов Теперь бесконечность Потому что мы захватили Я бы сказал Половину мира Уже И, о господи Наконец-ка Мы капитулировали Вот здесь вот Йемен Это заняло очень много времени На самом-то деле И надо теперь поделать Орех с комиссариатов Я полагаю И вот флот наш Вот этот почти прибыл сюда Так и вот это Не дало нам нормально Превосходство Ну и ладно Как говорится Но флот прибывает Дает превосходство И мы отправляемся Сюда и сюда Давайте только Всю вот эту авиацию Пожалуй вот сюда перебросим Пускай они Позанимаются здесь Ну-ка Там вообще нету Гарнизонов Где по всему Ну да Так и есть Видимо Окей Что ж Нам только лучше Островы мы эти забрали И надо бы Грецию Но вообще Греция капнет Как мы Индию капнем У нас новый Фоккевульф появился И мы его конечно же Сразу апаем По максимуму Этот устаревает И ставим сюда Вот этот Причем Конвертируем сначала Все из запасов Чтобы у нас были Все самые современные Потому что все равно Мы только ограниченное количество Сможем поднять А еще я думаю Пришло время Переделать наших Морпехов Они поедут В Советский Союз Скоро И я думаю Основными Применения будут Вот здесь Будут пробиваться Через эти болота Плюс-минус Штурм речек Тоже возможно Где-нибудь здесь Здесь посмотрим Но основное Это вот здесь Вот в болотах У них очень хорошие бафы Вот они Плюс 30 атаки Плюс 10 защиты Мы еще Исследуем им Дополнительные бафы Вон там вот тоже Видите Плюс 5 Туда Плюс еще конечно же Рейки Все такое Очень короче говоря Круто И мы ставим В реактивную артиллерию Потому что это дает Побольше прорыва Как бы Ну Дивизия будет неплохой Еще добавляем сюда Вот эти вот Легкотанковые ПТО И добавляем Материзованную логистику В принципе Для прорыва Центра Я думаю Эта дивизия Будут отличные Давайте-ка их Сразу еще добавим Ну Хотелось бы мне До полной армии Ну Хотя бы Плюс 2 Окей А у нас Новый МГ есть Это нам Эффективность убьет Но Мы готовы На это пойти Собственно говоря Что добавляется Давайте посмотрим Добавляется На самом деле Много Очень Защиты Добавляется Много прорыва Добавляется Просто куча Хард атаки Х3 почти что Софт атаки И Стоимость Становится чуть дешевле То есть Ну Все только Лучшее Надежность Чуть похуже Ну ладно И кирсинг 88 То есть Я подозреваю Давайте посмотрим На сад Нашей дивизии То да Нашей дивизии Теперь просто Какие-то звери Ну только Конечно Им надо все это Оружие еще произвести И выдать Это Конечно Есть такое Можем еще Потом докачаться Мы потом еще Что-то им апнем Ой господи Еще Посмотрите Как прорыв и Хард атака Качнется Да Просто Ну безумно И мы делаем Также Стржи 44 Мы тоже их Будем экипировать Для нашего Похода на восток У них конечно Держанность поменьше Стоят они подороже Потеряем эффективность Но у нас будет время Все это переворожить У нас куча запасов Всякого говна И так есть Тем более Тем более Что мы еще Позахватываем Сейчас Индию Все союзники Капнут И мы получим Я думаю Очень много Снаряжения Дешевого Плохого Но стата Аплата просто Посмотрите Софт атака В два раза Защита Тоже плюс Солидный Парарив Тоже плюс Солидный Нам Это Как говорится Надо А так Параллельно Мы тут Докачиваем Какие-то Танчики Я думаю Проза 4х Можно докачать И знаете Что мы будем Делать С нашими Дивизиями Танковыми У нас же Откроются Пантеры То есть Надо придумать Что с этим Сделать Во первых Я думаю Мы Большую часть Здесь будем Потихоньку Менять на Пантеры То есть Мы будем Поддерживать Производство Средних танков В какой-то Степени Пока Ну Пока мы Пантеры Полностью Не перейдем На них И потихоньку Менять Средние танки На пантеры У нас еще Есть также Пехотные танки Да Они кое-как Полезны Но Очевидно Что Что-то Как бы На что-то Было бы Их хорошо Поменять Со временем Хотя здесь Прямо Таких Супер Хороших Нет Я еще И пантеров Обязательно Хочу Думаю Произвести В своей Дивизии Для пирсинга Хорошего Но это еще Посмотрим Опять-таки У нас Возможно И я думаю Оставим Всего Один или Два Я думаю В этой дивизии Саппорт танка Поэтому их Произвести Тоже нужно будет Несколько сократить А вообще Кстати говоря У нас Хедзеры Можно исследовать Уже Мы фокус взяли На бонус Исследование Хедзеров Следовательно Что Давайте в них И выйдем Они просто Шикарны За 20 Стоимости У них 105 Брони 128 Пирсинга Прорыв Солидный Я бы сказал Для того Что пойдет В поддержку И хорошая Хард Атака Это займет У нас всего 185 дней Ну как Досточно много На самом деле И мы их поставим Будут они Производиться На основе Вот этих Панзер-38Т Которые Я уже видите Эффективность Нарастил Отлично И они пойдут У нас В наши Я думаю В принципе И среднетанковые Легкотанковые Дивизии Легкотанковые Надо будет Как-то специализировать Потому что Объективно Они уже Не в состоянии С чем-то Сражаться Серьезно Так что Надо будет Чуть поменять Плюс Я думаю Надо будет Полностью Перейти на Механ Вообще Я думаю Что-то такое Нам подойдет Да По соплоюзу Кстати говоря Мы остались Там же КП подняли Аргут Чуть потеряли Но самое главное Видите Статы Конечно Подросли Подросли За счет Немножко защиты Но Будем использовать Это в основном Я думаю Против Пехоты Потому что У них Софт атак Огромное Легкие танки Наши Не подходят Для борьбы С танками Больше Нужно Это Понимать Я думаю Но По снаряжению Нам нужно будет Еще Танк-дестройеры Как раз таки Танковое ПТО И Ракеты Наши Механизированные То есть Вот эти вот Но мы их Я думаю Будем очень массово Сейчас производить Они у нас Неплохие И вот эти танчики Тоже нам нужны Но Хедзеры Я думаю По-моему Тоже считаются Легкими Еще надо будет Конечно Уточнить это Но Вот отсюда Мы будем тоже Производить Так что С ними С мартерами Мы наверное Распрощаемся В этот момент И реально Перейдем Полностью На Хедзера Ведь Все-таки Мардеры Конечно Приятны Но Хедзер Это их Следующее Продолжение Причем Он еще И дешевле Господи А по-моему Во всем Буквально Кроме Чуть Хард Атаки Лучше И так Дарик С комиссариат Можно делать Давайте Начнем С Арабии Вот здесь Вот сейчас У нас Да Появится Новый Рейхс Комиссариат Отлично Это Фокусы Поделают Мы сможем Оттуда Нормально Нефть Выкачивать В принципе И так Выкачивали И что-то У нас Вот здесь Ага Вот здесь У нас То что Они все еще Не капнули Ну ладно Здесь 2% Я уже Не буду Я считаю Ладно Это хотя бы Можно Оккупировать США С нулем Процентов Ну Оккупировать Примерно Невозможно Я считаю Канаду Еще Такую Вот можно Ладно Потерпим Все равно Еще надо Индию Пока захватить А вот Наша дивизия Сюда Уже Почти прибыли Ну и Войска Прибыли Я думаю Начинаем Потихоньку Наше Продвижение Уже Как бы Пора Сюда Еще Поедут К нам Танки Вот эти Вот Но Это уже Второстепенно Ой Тут Добровольцы Советские Прибыли В Индию Вы представляете Уж Эти Советы Реально Ну Индия Чувствую Капсулирует Достаточно Быстро Здесь У нас Проблем Особых Нету С Продвижением И Мы Можем Сделать Один из Американских Рейхский миссариат А давайте Попробуем Рейхский миссариат Атлантик Как это Будет выглядеть Я видите Фокус не беру Потому что Во-первых У меня нету Хороших фокусов Уже Во-вторых Потому что Мне нужна Политка И Вот так О А я знаю Этого мужчину Если вы Его тоже Знаете Ребята То То Вы видимо Даже Смотрели Этот сериал Так вот Здесь Смотрите Какие-то Даже остались Модификаторы Интересно Как много Они нам Отдают Промышленности Ну Почти все Сейчас Должно Наверное Отдаиться Да И Мы Эту Промышленность Получаем Обратно И Может Какие-то Еще Решения Доступны Нет Пока Вроде Недоступны Ладно Ну Ну Мы Еще Думаю Вот Эти Тоже Посоздаем Конечно И Вот Наконец Индия Капитулировала А мы Здесь Вот Я думаю Будем Подготовить Барбароса Потому Что Ну Уже Пора Начинать На востоке Все Застраивать И У нас Сейчас Появляются Пантеры Давайте Я вам Просто Покажу Сейчас Мы И Исследуем Постоянно Присыпем Покажу Какие Будут Статы У Полноценной Пантерной Дивизи Ну И Что То Наверное Вот Такое У нас Будет На выходе Конечно К этому Мы Будем Идти Долго Но Будем И Дойдем Самое Главное Единственное Это Еще Не Финальная Стата Потому Что Здесь У нас Стоит Легкотанковые САУ Как раз Таки Ну Это САУ И Легкотанковые Тоже ПВО А И То Я думаю Мы В идеале Заменим На Вот Этому Тоже У нас Будет Получше Модель Пантеры У нас Тоже Еще Апнутся Механ По-моему Тоже Апнется То есть Ну Мы Еще Это Апнем Здесь Уже 1200 Прорыва Здесь Уже Какие-то Просто Колоссальные Статы Урона И Ой Нам Дали Фердинандов Как я Говорил Что ж Пожалуй Их Я Тоже Буду Наверное Производить Давайте Посмотрим На Их Статы И Сравним Допустим С Каким Нибудь Штугом Четвертым И С Штурер Эмил Сразу Говоря 50 Получили Таких И Во-первых Сразу У них Огромная Броня Броня Пробитие У них Кстати Говоря Такое Как У Штуреров При этом Статы На самом деле Прорывы Поменьше Защиты Чуть Побольше Конечно Но Да Они Не Слишком Так Хороши Но Если Их Брать Именно В боевые Баталены То Я думаю Они Будут Показать Все Хорошо А еще Мы Сделали Новое ПТО орудие Тяжелое ПТО орудие Я думаю Мы Сделаем Побольше И Потом Возможно Будем Выдавать Их Нашим Дивизиям Вот Они И Да Они Скорее Все Смогут Пробивать Большую Часть Всех Страшных Танков Противника Причем Если Добавить Их Вот Сюда То Они Будут Намного Лучше Чувствовать И Думаю Надо Будет Делать Вот Так Притом Сапол Юз Да Немножко Поднимется Тата Притом Тоже Поднимутся И Самое Главное Пробитие Будет 120 Я Думаю Вот Так Вот Мы Сделаем В Один Момент Если Будем Чувствовать Что Там Какие Страшные Исы Вылазят И Начинаем Мы Строить Инфраструктуру Уже На Восток Вот Сюда Пойдет У нас Большая Часть Наших Припасов Так Что Надо Подмаксить Все Будет Чтобы Быть Готовым На Восток Дальше Здесь Вот Просто Ее Расширять А Не Строить Заново Это Лава Лапская Будет Будем Максимум Туда Вести И Я Составлял Тяжелую Танковую Дивизию Да И Я думаю Вот Так Вот Она Будет Выглядеть У Нас Господи Она Выглядит Просто Невероятно Страшно При Этом Соплай Огромный Ну Опять Такие Танки Вражеские Это Будет Просто Уничтожить На Ноль Потому Что Это Базовая Атака Не Забывайте Что И Давайте Заказываем Наших Тигров Собственно Говоря И Самое Интересное Что Еще У нас Доступно Стало У нас Видите Есть Инженеры Обычные Есть Ассалт Инженеры Получше Есть Есть Пехотные Вот эти Вот Инженеры Да А Есть Блять Современные Танковые Инженеры Которые Дают Просто Какие Не знаю Безумные Статы Посмотрите Просто На Это Это Просто Жесть Если Посмотреться С тем Как Они Опыт Эти 90 Прорыва 13 Защиты 40 Орд Атаки Это Просто Много Еще И Пирсинг Тоже Дают Сверху То Наша Танковая Дивизия Будет Просто Не знаю Просто Богом Боя Богом Поля Боя Но Главное Только Их Снабжать Господи Четыре Потребления Припасов Это Просто Жуть А Представьте Вот Такими Дивизиями Без Вот Этого Воевать Господи 6 Просто Ужас Я думаю Нам Надо Будет Приоритете Возможно Даже Это Очень Много Чего Важного Качаю Возможно Вот Это Можно Не Качать Нам Быть Докачать Припасы Прям Прям Вот До Сюда Наверное Давайте Вот Это Точно Мы Возьмем Я Не Спешил Это Пока Что Брать Потому Что Мы Еще Не Воюем Здесь Но Я думаю Обязательно Надо Вот Это Брать Я думаю Обязательно Надо Будет Начать Качать Вот Это Как Только Мы Сможем Это Делать И Плюс К войне Еще Надо Будет Завязательно Качать Я думаю Инженеров И Скорее Всего Вот Эти Роты Разведка Не Так Важно Вот Это В принципе Плюс Минус Тоже Важно Но Не Смертельно И Вот Оно Как Тут Занимался Моя войска Уже До Окупировали Канаду Видимо И Ребята Настало Время Дележки Мира И За столом Так Сидим Только Мы И Ну Немножко Японцы Причем Японцам Я скорее Всего Дам Все Территории Чтобы Они Получили Себе Ресурс А Ну Тут Видите Рецепротектор Которые Вы Создаёте Они Уже Занимают Территорию То Они Уже Как бы Не Отдадутся Супер Давайте Заниматься Что ж Франция Вся Конечно же Захватывается Люксембург Все Ну Вообще Сейчас Я займусь И Готово Я Только Единственное Забирал Флот Так Что-то Я чувствую Пошло Не так С Разделением Мира Точно Что-то Сломалось Я Сомневаюсь Что Норвегия Должна Была Получить Мексику Выбирал Её Для Себя Их Кроватия Уж Точно Не Должна Была Получить Америку Надо Наверное Перезагрузиться Что-то Сломалось И Так Я Переделал Только Пораньше Я Всегда Захватил Вот И Собственно Говоря Так Вот Мы Родили Мир Но По факту Нам Сейчас Надо Просто Создавать Рейх Комиссариатов Кучу И Выплатить Банды Это будет Стоит Нам 30 Военных Заводов Я думаю Без проблем Мы Таким Образом Обновляем Все Банды Экономика Несколько Усталая Но Всё Ещё Нормальная И Кстати Говоря Можем Лим Сделать У нас Есть Какой-то По моему Фокус Энд Сик Да Он Вот Здесь Вот Находится Ладно Значит Мы Не Можем Его Сделать Пока Что Эти Страны Все Смогут Терезать Свой Фокус Да Пригласить Поселенцев Он Очень Долгий Я Не Знаю Насчет Того Спят Ли До Войны 7 Месяцев Теории Нет И Теперь Вся Наша Армия Пойдет На Восток Но Сейчас Мы Турцию Думаю Захватим Между Делом Но В любом случае Да Сейчас Мы Идем На Восток И Будем Готовиться Но Это Все Ребята Следующая Серия Мы Закончили Полностью Войны Суизниками Мы Скоро Начнем Сзывать Рейх Комиссариаты Всякие А С вами Ряд Булду Гэ Подписывайтесь Если Вы Не Подписаны Лайк Комментарии Все Как Обычно И До Скорых Встреч Пока